Уважаемая Елена Целительница, вопрос о ценообразовании нематериальной услуги. Понятно, как образуется цена на материальный товар, ингредиенты и трудозатраты. У нас есть видео, он называется «Бизнес как духовная практика», и там я даю практику, как посчитать цену на нематериальную услугу. На самом деле, на тонком плане, вот если вы, например, хотите… И даже на материальную услугу я даю… Нет, там, простите. Там я даю практику, как посчитать цену на материальную услугу магическим способом, то есть нематериальным способом. И неважно, какая услуга материальная или нематериальная, она должна быть рассчитана этичным методом. На тонком плане, на самом деле, любой человек знает, сколько стоит тот или иной товар. Например, я произвожу урбечи, это такая паста из орехов. Я их продаю. Почему у нас в мире творится вот это безобразие? Потому что люди назначают на свои товары неэтичные цены. Дело в том, что если цена будет больше адекватной цены, то это рассматривается теми, кто у вас создан, как ограбление других живых существ. И у вас появляется соответствующая карма. Люди могут не чувствовать эту карму, особенно предприниматели, но это никак не освобождает их от ответственности. То есть, если вы рассмотрите жизнь такого предпринимателя в районе не вот 30-40 лет, когда вы его увидите, он ходит перед вами, там ваш сосед, например, а в районе 150-500 лет, вы посмотрите, что стало с этим человеком, потому что он назначал неэтичную цену на свой товар. Ведь делают как? Например, создают вот этот урбеч, или неважно, там продаёте вы окна или автомобили. И вы же не ставите на него адекватную цену. Вы ставите цену столько, сколько у конкурентов. Или чуть меньше, или чуть больше, сколько у конкурентов. Или назначаете просто потому, что цена вам так понравилась. Вы считаете, что вы так заработаете денег и купите себе дом. Ребята, это неправильно, будут последствия. Или вы назначаете цену меньше. Например, вам сложно сказать, это стоит столько-то. Потому что это столько стоит. Вот мои основания. И вы думаете, нет, у меня за это никто не купит. Я сделаю цену поменьше. Это можно делать в начале пути, чтобы почувствовать себя уверенной, чтобы привлечь клиентов. Но если вы постоянно будете это делать, то у вас будет недостаток энергии на тонком плане. И ваш бизнес провалится в обоих случаях. Если вы будете назначать цену больше адекватной и цену меньше адекватной, он обязательно провалится. Он не провалится, может быть, в ближайший год, 2, 3, 5, 10, 50, пока вы живете на этой планете. Вы можете даже разбогатеть или наоборот стать очень бедным. Но он провалится, если рассмотреть вашу жизнь в разрезе 500 лет. Вот вы 500 лет воплощаетесь и посмотреть, что будет с вами в следующей жизни, если вы будете цену не добирать или перебирать, так скажем. То есть сделать её больше или меньше адекватной. Любой человек на тонком плане всегда знает, какова адекватная цена. Но трудность её определения состоит в том, что пока человеческим сознанием владеют демонические сущности, вы никогда не посчитаете адекватную цену. Они сделают всё, чтобы ввести в вас неадекватное состояние или сделать так, чтобы ваша цена была названа неадекватной, потому что в этом случае вы будете страдать не в этой жизни, так следующее оно подождёт, это демоническое существо. И он получит эту энергию страдания в качестве питания. Вот многие думают, я в этой жизни умру, со мной там умрут все демоны, или они куда-то там отойдут, и в следующей жизни я рожусь там с симпатичным розовым там молодец. Нет, друзья, все демонические сущности, которые владели вашим сознанием в этой жизни, моментально войдут в ваше тело при рождении или чуть позже, когда подойдёт срок, когда вы родите в следующей жизни. Дело в том, что сущности демонические, они находятся у Бога в фиксированном месте. И они смотрят, где их еда, где их добыча. А если уже они кого заприметили, то они будут вас спасти миллионы лет. Допустим, вы будете рождаться из жизни в жизнь, они будут продолжать входить в ваше тело и точно так же вас юзать по полной программе. Дело в том, что нельзя никак освободиться от демонических сущностей, умерев. Можно только начинать освобождаться от них прямо сейчас, целенаправленно, убирая из себя всё несовершенное, всё неэффективное, всё то, что разрушает вас, окружающий мир. Почему в древних текстах говорится «займитесь собой», «не копите себе какое-то богатство», «не занимайтесь какой-то ерундой»? Вовсе не бог не хотел сказать, что вы должны быть бедным или несчастным, а просто никак не получится получить итоговое просветление без удаления демонических сущностей прямо сегодня, прямо сейчас. Если вы этим не займётесь, не думайте, что вы умрёте, и в следующей жизни эти демоны в вас не войдут. Войдут, они уже себе место присмотрели, и чистоту, ваш код, на который вы излучаете, они записали, и они войдут в вас моментально. Это так бывает с раковыми, например, больными, или с любыми другими. Люди думают, что если они в этой жизни получили какую-то терапию, им удалось прожить более-менее адекватную жизнь и умереть, когда их опухоль не сильно прогрессирует, то это демоническое существо, которое разрушает ваше тело, оно вас больше никогда не найдёт. Это не так. Как только этот ребёнок родится в следующей жизни, оно опять войдёт в его тело. Именно поэтому у нас рождается столько больных людей, потому что, ребят, это никак не решается никакими другими методами. Ну вообще никак, никакими. Вот я разработала методы гарантированного решения проблем людей. И сейчас, так скажем, экспериментальная группа, которая уже сейчас достаточно большая, она отрабатывает эти методы и способы на проекте реконструкции. Результат, если люди выполняют все мои рекомендации, стопроцентные, с гарантией, без возврата всяких ремиссий, или я неправильно, может, слово употребляю, медицинское, простите, не знаю, как его правильно употреблять, я так думаю, что это ремиссия, это когда вы заболели, потом вас полечили, потом вы опять заболели. Если, извините, если есть медики, я неправильно употребляю это слово, то простите меня, просто не специалист в медицинских терминах, и поправьте меня, пожалуйста. Так вот, об определении суммы за нематериальную услугу. Если вы за любую услугу, пока с этого начнем, если вы чисты, то умеете определять эту сумму. И какую бы сумму вы ни назвали, вам ее всегда заплатят. Потому что эта сумма, она как бы естественная для того, кто у вас покупает товар. Он может не купить у вас товар по причинам того, что у него сейчас нет денег, или по причинам любым другим, или он даже может возмущаться насчет этой суммы. Но если вы чисты и говорите суммы, то эти суммы, они как бы являются вашей охранной структурой, что ли. То есть неважно, купит у вас человек или не купит, оставайтесь чистым, честным человеком и назначайте те суммы, за которые вы готовы работать. И неважно, материальная это услуга или нематериальная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok